Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу про два уникальных натуральных удобрения для ваших растений. Я буду показывать на примере пеларгонии, но вы можете этим удобрением поливать абсолютно все любые цветы, которые у вас есть. Потому что эти удобрения направлены на то, чтобы ваши цветы были здоровые, зеленые, красивые и цвели еще, если они в данный момент цветут. Удобрения настолько простые, что я думаю, они есть в каждом доме и помогут вам именно оздоровить ваши растения, чтобы они сияли, были здоровыми. Смотрите, какие у меня красивые зеленые растишки и у вас вполне могут быть такими же. Поливать таким удобрением можно один раз в две недели для того, чтобы поддерживать вот этот красивый зеленый эффект. Если же ваше растение выглядит не очень, вам кажется, что они болеют, то таким удобрением можно поливать один раз в неделю, но обязательно учтите, чтобы земля просыхала между поливами. Итак, первое удобрение, которое наверняка у каждого есть в доме, это крахмал. Крахмал содержит в себе огромное количество аминокислот, полисахаридов, таких элементов, которые стимулируют рост самого растения, чтобы листики оставались зелеными, яркими и красивыми. Нам понадобится всего одна чайная ложечка на один литр воды. Воду старайтесь брать теплую, чтобы она была примерно градусов 30-35. Можете добавить пальчик в воду, и чтобы она была теплая. И добавляем одну чайную ложку меда. Вот тут у меня мед немного уже засахарился. Даже немного, сильно засахарился. Это июньский сбор меда, поэтому вот он уже засахарился. Если ваш мед тоже засахарился, вот смотрите, сплошной сахар, то обязательно разомните его в теплых руках, он станет лучше. Лучше у него будет текучесть, он быстрее растворится. Если меда у вас нет, то можно добавить одну чайную ложечку сахара. Все это делаем в одном литре воды. Я думаю, не стоит говорить о том, что в меде очень много витаминов, аминокислот, таких веществ, которые стимулируют рост самого растения. Именно вот это удобрение помогает вам поддерживать здоровье самого растения. Еще наши бабушки использовали данное удобрение, и оно очень эффективно помогало. Я знаю, что моя мама поливала таким удобрением в зимний период, и герани у нее на всем подоконнике активно, бешено, просто цвели, были зеленые, красивые и жизнерадостные. Как я уже говорила, поливать таким удобрением можно один раз в две недели. Можно поливать как чахлое растение, так и здоровое растение. Здоровое растение мы поливаем реже, лучше через полив. А если вам кажется, что растение болеет, листики желтеют, его можно поливать постоянно, по чуть-чуть. Когда растение болеет, полив мы сокращаем и поливаем всегда по чуть-чуть. И важен такой момент, когда вы поливаете растение, которое болеет, надо полили, земля просохла, и поливаете в следующий раз. То есть никогда больное растение не заливайте, потому что от перелива оно страдает. И также, когда вы часто пересушиваете, оно тоже очень часто страдает от этого. Итак, второе удобрение, оно тоже натуральное, эффективное. Это лавровый лист. Вот смотрите, у меня листики маленькие. Если у вас листья большие, то понадобится всего два листика. Если листики среднего размера, то я беру три листика. В листьях лавра очень много полезных веществ. Там есть витамины, питательные вещества, макро- и микроэлементы. Даже кремний есть. Я заливаю листики 200 мл кипятка. И дайте настоять примерно минут 30, чтобы вода немного остыла. То есть остыла до такого состояния, что вы можете окунуть туда палец. Вот смотрите, прошло 30 минут, и мои листики отстыли. Они отдали все питательные вещества, запах. Те вещества, кстати, которые отпугивают вредителей и вредную микрофлору в грунте. И берем корицу. Обычная корица, которая продается в любом магазине. Это приправа. И добавляем пол чайной ложечки на 1 литр воды. В данном случае тут еще 200 мл. Учтите этот момент. Вода теплая. Корица хорошо растворяется в теплой воде. Самое главное, что корица содержит не только много питательных веществ, витаминов, макро- и микроэлементов. Но на самом деле там есть такие вещества, которые отпугивают вредителей. И помогают растения быть более здоровым, свежим, красивым. И чтобы листики были зелеными. И доводим эту воду до 1 литра воды. И можно смело поливать наше растение. Таким же раствором можно поливать 1 раз в 2 недели. Либо 1 раз в неделю. Смотрите уже по состоянию ваших растений. Если вы хотите отпугнуть мошек. Если у вас в квартире очень много мошек. То корица очень хорошо отпугивает вредителей. То тогда этим раствором можно не только поливать, но и опрыскивать по листу. Потому что лавровый лист и корица вместе отпугивают именно мошек. Комариков почвенных отпугивают. Если у вас есть черви, завелись в грунте. Вы знаете, наверное, когда мухи откладывают яйца. А когда яйца вылупляются, то в грунте появляются черви. Они очень не любят корицу и лавровый лист. Также эта смесь помогает хорошо цветению. Ваши цветы будут хорошо цвести. И хорошо себя чувствовать, выглядеть. Также не забывайте о том, что необходимо во время цветения растения вовремя поливать. У меня часто в комментариях спрашивают такой момент. Почему герань начала цвести, но цветы быстро завяли. Во время цветения герань вообще нельзя, чтобы грунт у нее просыхал. То есть если грунт просохнет, а герань у вас цветет, ей просто не хватит сил на цветение. И она скинет в первую очередь то, что очень сильно тратит ее силы. То есть во время цветения герань тратит практически 70% своей жизненной силы именно на цветение. И когда вы ей не даете воды, питания, что она делает? Она скидывает то, что тратит больше всего ее ресурсов. Поэтому во время цветения всегда необходимо что делать? Поливать вовремя. Грунт вообще всегда должен быть влажным. Поливайте по чуть-чуть, но чаще. И во время цветения надо герань. Да и вообще любые цветы очень хорошо кормить. Для того, чтобы они росли. И во время цветения вы наверное заметили, что герань чаще всего желтеет. Потому что она забирает много жизненных сил именно цветения. Поэтому учтите этот момент. Кормим, поливаем. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Всегда с вами Елена. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!